И ехал, блин, я-то уволил, блин, это пипец, да может, да там вообще пипец машина, блин, расшита, ужас, да там, наверное, насмерть, я сиди, ну, не тоже хай, сейчас, там, ну, сейчас вырубаю, блин, выгоди. Хлопцы, была очень тяжкая авария, людина ухала, скорее всего, что стало плохо, и, видимо, что все закончилось, показывает, что много не может, потому что людина лежит, и она погибла, и она померла. Так что вырезали, вырезали ее полностью из машины, очень страшно, это прям, ну, я не знаю, я даже не знаю, как это передать, очень страшно, просто ехала, и далече от угла, и шли мама с дитиною, с маленькой, с коляской, это могло их вообще взагалі раздавить, чтобы вы понимали, то, что трахали. Хлопцы быстро справились, в районе 20 минут, но уже все, тіло уже было полностью разрублено, чуть ли не напополам, человек 73-го народжения, ну, очень страшно, очень страшно, и, вообще, бережите себя, пристегуйте, старайтесь ездить очень аккуратно. Фух, я не знаю, сейчас так навеяло мені каким-то жахом, прям, треба берегти себе, дуже берегти себе, ну, триматися якось, коли ти їздиш за рулем, тіло лежить, автівка стоїть, поліція там, я вже не починав знімати з самого початку, як це все трапилось, хлопці, бо я якраз під'їжджав, під'їжджав до парковки, бляна, дивлюсь, повністю, бляна, розбита, і вона, получается, прям, прям в угол, ось так ось, в угол, бляна, здання, да, в угол, в угол дома, і, бля, воно прям в угол лупануло, короче, йому просто стало погано, дуже стало погано, я дивлюсь, бо свідки кажуть, що сиділи на лавці, там же мийка машини рядом поблизу, і він їхав потихоньку, виходить, і, мабуть, йому стало дуже погано, і він різко, наверно, впав, на жальну педаль газу, вона, знаєте, обороти крутяться, мабуть, така версія, але ніхто точно не знає, людини з 48 років, дуже жалко, зараз прийду, Нікі розкажу, бо я тільки з лікарні, все, бачте, наколять тут, наколять тут, кошмар. Магазин купив Нікі Морозова, а зараз дуже хочу купити клубник, зараз мені вже жіночка набрала там кіло. Магазин купив Нікі Морозова, так, скільки з мене? Стось. Это очень круто. Вот. Вся. Вся бутылку. Да. Здесь можно. Да, если можно. Вся бутылку. Я же хотів попробовать, еще ни разу не пробовал в семьянке. И никогда не нужно попробовать. Бо очень люблю клубники. Сейчас первый раз буду пробовать. Это пипец, под кинуть июня уже. Ты раздита? Да. Диви, что я купил. Дивись. Вау. Клубника. Клубника. Вон там лежит у комнаты, в киностой. Клубничку? Угу. Вот такую клубничку. Надо в якусь... Так иди, роби. Давай клубнику в якусь старую. А что это уже давно морожено? Мика, слышишь? Там така жахливая авария была. Труп его разрезали на надпіл. Я только что стоял и смотрел все это под годину. Прямо где я машину ставлю? Ты прикинь прямо рядом. Херязь нахер. Машину вот так вот, в угол. Дивись, вот так вот в угол въехал. Так он за рулем был? За рулем. Наверное погано стало ему, короче, 73-го года. Это 48-го года. И насмерть вообще. Ладышки эти стопы повдервали. Ногу вирвало. Там вообще пипец. Какое желе. Все. Грудноклеты. На этом, на амулете, фигня. А это что значит ездить на дешевой машине на пластмассе? А ты думаешь, что если на дорогой ездить? На дорогой машине. Он не гнал. Так ты прикинь, он едет. Он едет. И рядом, он едет прямо на дитину в коляске с мамой. Они шли прямо на него, короче. А это что он ехал в машину? В угол. Ось все, дивись. Дивись. Ось все, иди по дороге мама с дитиною с коляской. Вот так доходить до угла, прикинь. И он вот так вот в угол влупляется. А они стоят вот тут. Десь 20 сантиметров. Они как взлякались, потекали, побегли сюда, короче. Потом вернулись, потому что полиция у них там брала святки, короче. Они же как святки идут. А так, если бы он не вернул в угол, ему стало просто... Он едет, повильно ехал, но не очень скоростно. Какой момент? 48. И все, так бы и раздавил бы нафиг. И в коляску, и маму, и... Это жесть. А что ты смотрел? Я сейчас тебе покажу видео, поделюсь. Ты сахаром любишь? Дуже-дуже люблю, да. Можно еще сметану, как сахаром. Но вот эти хвостики надо выкидывать все. А иди лежи, иди отдыхай, я сам себе дарабить. Надо, чтобы ты предпочинала. Я бы хотела... Я ей сказал друзей, чтобы она отдыхала, лежала себе, и насолодживалась с жизнью. Да, меня это пугает. Что, я сам есть и буду тебе проносить. Что-то ты... Как перед смертью. Понимаешь вот так? Да ну не гони. Прям все так хорошо. Сплюнь, блин. Ты тут... Зачем ты так и кажешь? Я тебе хочу сказать. Я тебе хочу сказать. Ну говори. У меня бабушка, она уже 30 лет рассказывает о том, что вы похороните меня в таком вот гробу, вот на таком-то кладбище. И она еще лет 30 не умрет. Вот она умирает, сколько я сейчас знаю, сколько она умирает. Пусть живет. Пусть живет. Она говорит, что она завтра умрет. И почему ты рассказываешь, что ты умрешь, тем больше ты будешь жить. Да, кто базарит, что будет помирать. Это точно. Давай попробуем хотя бы. Давай. Я... Я вот это хотела. Бери, бери, бери. Бери вот это. Это самое красивое. Сказали солодкое. Какая вкусная. Я не люблю прям чересчур сладкое. Такая вкусная. Классная. Как раз то, что надо. Скажи. А с огарком буду вообще. А ты где? Где ты тут возьмешь тебя? Ось прямо стоит женька торгует. На улице. Прямо биле от тебя. 100 гривен. Тело. Вкусно очень. Вкусно тоже. Туда видно еще сахаром еще забудемо. А знаешь, как вкусно? Батон, клубника. Берешь батон с клубникой. Перемариваешь. Перемариваешь. Знаешь, как вкусно. С батоном? Батон, клубника и сахар. Женя, ты не беременный случайно? Хоть и его. Хоть и бы. Попоможешься. А что именно ты хотела бы? Просто чуть-чуть. Все надо хвостики подрывать. А я... А ты любишь сразу... А как же ты макаешь сахар? Я ж вот так беру за хвостик и в сахарок макаю. А ты как делаешь? Берешь ложечкой сахаром просто обсыпаешь. А, фу, понятно все. Друзья, сейчас для нее сделаем такой маленький сюрприз. Мы уже все порозгребали. Все на голове порядке. Холодильник позабивали. Вещи все порозкладывали. Ника перевезла дуже багато своих вещей. Я сейчас для нее хочу сделать маленький сюрприз. Сейчас приготовлю что-то поесть сам уже от себя. Сейчас мясо нарежу. Ага, каву зроблю. Сейчас будет очень приятно. Подивнемся на ее реакцию. Так, что мы не надо? Режек мой. Ну что, поехали. Что такое? Готово? Закрывай глаза. Давай, неси. Готово? Неси? Ага. Только закрывай глаза. Все? Не, я скажу, когда открывает. Ой, я боюсь. Раз. Два. Три. Вау. А ты ж не бачишь что? Вау, я уже вижу. Красиво? Конечно. Сейчас я тебе вилкаю, дам еще приборы. Это ты хотел почти как я, да, делаю? Ну у меня не получается, но я все равно тебе по домашнему заработаю. Вау. Круто? Конечно. И себе я точно так же сделаю. Тоже так красиво? Да. Да, отдельно. Мне не надо. Вилочка. Что еще тут не хватает? Может еще что-то, там пыльный майонезик, горчички. Да, вроде бы всего хватает. И кофейок вам, и чайок? Чайок. Хорошо. Ну, это супер сервис для вагитных. А это так можно было? Можно. Чайок, да? Да. Чайок. Только я не знаю куда ее ставить. Ну, давай сюда. А если он разльется? А я вот так аккуратненько буду придерживать рукой. Надо было уйти под нос купить, что мы бачим в эпицентре, бомбезни. Давай, давайте. Включи свет, а что выключить? Включай. Давай. А где аппарат? Я не знаю, ты наверное раз выбирался потом на дрожжи. Красивый, только небесноголубой. Это привозила женщину с... Давай, я дожилась до того возраста, когда уже... Треба тебе мерять. А что тебе сказал? Врач сказала, да, мерять? Да, неделя сказала мерять давление утром, обед и вечером. Там календарь давления или что-то такое. Жестяк. О, ты потом расскажешь, что тебе вообще врачиха сказала, или нет? Что в тебе сталося? Чего тебе кладут в лекарню? Я не знаю, почему меня хотят ложить в лекарню. Ну, ты сказала, нашли в моче какие-то си, да? Ну, нашли, но она уже и так, эта бактерия, 7 лет со мной живет. У тебя было воспаление почек, да, с детства? У меня хроническое воспаление почек с 9 лет. Ну, и что они хотят? Они хотят тебе... Хроническое воспаление почек с 9 лет, и они нашли в моче бактерию, но эта бактерия живет в моем организме уже больше 7 лет. И она не лечится. Ты ее залечиваешь, и она через месяц опять появляется. Ты его залечиваешь, и она появляется опять. Ну, то есть она будет жить в моем организме. Ну, и короче, она сказала, чтобы... И они говорят, что у меня воспаление почек, что у меня пиолонефрит. Ну, воспаление почек это обычно, а пиолонефрит это типа умным словом. Я пошла на УЗИ проверить, есть у меня воспаление почек или нету. А они говорят, что у меня, ну, ничего такого и нету. И не поймешь, кто прав. Врач, УЗИст... Ну, в лекарню ты лягать там не будешь, правильно? Монашу. Они тебя запугали. Ты не хочешь. А зачем мне лечить то, чего нет? А ты скажешь, что тебе сказали, когда ты зашла, и тебя напугали? А, я вышла с больницы. Потом мне позвонила медсестра и сказала, что... Мой лечащий врач мне не все сказал, чтобы я зашла еще раз. Я захожу еще раз к этому врачу. А этот врач отводит меня к главному там какому-то гинекологу. Зав. Отделение. Я захожу, и она сказала, что она работает уже 30 лет стажа у нее. Ага. Если я буду непослушная, я не буду лечиться. Вот так. Ну, что ты бы сказала. Да. Ты грудь закрывай свою, и вываливайся. Ничего здесь не может... Потом начнут, блин, рассказывать, что ты тут всем си-си показываешь. Ну, это еще не самое страшное, что я могу показать. Ну, это же самые озабоченные будут так описать. Это самое приличное, что я еще могу показать. Это, короче... А суть в том, что я... Это говорит так. Я пошла в роддом туда, где меня хотели положить в больницу. Там врач-акушер говорит о том, кто тебе такое сказал, что у тебя ребенок родится с пневмонией, и вообще мертвого ребенка родишь. Она очень удивилась и сказала, кто тебе такой бред вообще сказал. Ничего такого у тебя не будет. Потом пошла я обратно к своему лечащему врачу, и она тоже сказала, не переживай, ничего у тебя с ребенком не будет, все у тебя будет с ним нормально. Короче, у всех разные версии. Одна говорит, что я при смерти, вторая говорит, зачем ты пришла сюда ложиться, тебе не нужно сюда ложиться, а третья... Вот моя соседка вчера Даша рассказывала, что она пошла до лекаря, она тоже в положении, у ней тоже будет дитина, но она там на пятом месяце, может быть. И я вчера с ней стоял, разговарив біля подъезда нашего дома. Она стояла с мужем. И она сказала, что... Она зашла до лекаря нашего города Смило, не буду сказать кого. И та лекарша ей сказала, что ты делаешь, у тебя рак нашли. И она очень плакала, стала била, как стена, короче. Я начала звонить до человека. Вова мне говорит, что она так ридала Дашу. И прикинь, это же надо, блин, мать голову так сказать человеку. Даша потом пошла, прикинь, пережила это. А это же стресс для ее будущей дитини может быть. Прикинь, это стресс. Херо знает, что она могла... Это же может выкидишь будь. Она пошла до других врачей, поехала, поздавала все анализы. И другие врачи сказали ей по анализам, по результатам. Что в тебе нема никакого рака. Взагалі. Там нахер вы таки, блин, медики. Я вас не понимаю. Вы что кончені, блин, какие-то. Медики по объявлению, реально. Да, те, которые вообще не учились, а купляли. Медик – это узкая профильная профессия. Ей надо учиться, этим надо заниматься. Не надо прогуливать. Вчити, вчити и вчити. Практика. Женя, покажи, что мы... То есть, из этого мы делаем выводы, что мы требуем ехать, находить... А, пардон. Андрей, мой друг, з Викою, з дитиною, якою зараз там 14-13 роков. Не буду точно, по-моему, 14. З Викою приехали до того ж, до міста, блин. У Вики щось там была проблема. Андрей каже, щось напухло, чи на голове, чи что. Опухоль десь тут все пішла по лицю. Вони пішли до врача. И врач что сказал? Треба робити. Мать твою, блин. Трепанацію черепа дитині. Треба, бо не опухоль в голові пішла, якась інфекція в голові. Андрей сказав, що дебіли. Вони знайшли нормальних інфекціоністів, нормальних врачів. Дитині покололи якісь уколи. Все пройшло. Просто яка ще алергічна реакція була. Хотіли дитині трепанацію. Ну то все. Дитину із інвалідом зробили. Розрізали пів верхушки, сняли пів мозгу, видали би все. Дитина інвалід. Так що, якщо ви лікуєтеся, я і Ніки казав, значить все. Зі свого міста. У! І будем шукати. Андрій мені правильно сказав. Женя, чотирьох-трьох врачів знайдіть, проконсультуйтесь усіх, а потім каже робіть вибір. Який кращий. І слухайте те, що кажуть. Ти ж не знаєш, хто правильно мене, якщо так задуматися. Кожного послухаємо і подимемося, хто, що кажуть. Так, вчись. А, вчись. Нажимаєш. Так, диви, спокійно. Не розмовляєш. Не розмовляєш. Нажимаєш старт. Не розмовляй? А треба довго держати? Так. Нажала і держиш. Отпускаєш. Що? Та нажми сильніше. Я боюсь сильніше. Ну. Не виходить. Ой. Ти не тежмеш. Ось цю кнопку. Та теж не тежмеш. Ви ось цю кнопку ось включити. Нажимай. Держи. Нажимай і держи. Все. Коли появляться нулі. Тепер нажимаєш старт. Спокійно. Не розмовляєш. Ні з ким. Давай. Просто нажать. Все. Чекаємо. Не шевелимся. Ніс не трогаємо. Чекаємо. 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 Угу. 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 Так. Тихо. Не улыбаємся. Треба всі доспокійно бути. Скільки. 131 на 73. Це вже вдари серця. Вау. Так я можу і без тебе знати. Давай ще раз старт нажимай. Ще раз міряй. Нужно перемірювати. Два-три рази в ідеалі. Старт нажимай. Так подожди. Нужно. 131 на 13. Я сфотографірую. Щоб не забити. Так. Можеш сама? Тобі контролювати як два рази на день. Так треба? Три. Три. Утрим, обід і вечір. Все. Зранку обід. Все. Так. Ну все, бачить. Дожилась, блин. 25 років, блин. Мірять давління. Уже сижу тут давління. Ну це треба, ти вагітна, це треба.